Иисус, продолжая говорить им, Иисус, продолжая говорить им, И что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав осем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц онных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутья, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, Друг, как ты вошел сюда, не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, Там будет плач и скрежет зубов, Ибо много званых, а мало избранных. Размышления, часть первая. Возмутительный отказ. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 1 по 7 стих. Бог был очень терпелив по отношению к Израилю. Несмотря на невероятно глупый отказ того принять его, щедрое приглашение войти в небесное царство. Как царь, пославший своих рабов с приглашением на великолепный брачный пир. Сначала он пригласил евреев отведать обильных удовольствий своего царства. Тем не менее, многие из них проигнорировали его и предпочли сконцентрироваться на удовольствиях этого мира, который намного хуже всего того, что есть на небесах. Хотя они не заслуживают повторного приглашения, Бог снова отправляет его, настойчиво приглашая их прийти. Однако, не следует принимать Божье терпение как нечто должное, поскольку приближается день, когда он осудит тех, кто упрямо отверг предложенную им благодать. Давайте всегда будем смиренными перед Богом и внимательны к тому, что Он хочет нам сказать. Применение. Как вы были свидетелем Божьего терпения в своей собственной жизни? Какие вещи могут привести вас к тому, что вы отвергнете Божье приглашение, которое приготовлено для вас? Размышления, часть 2. На распутьях. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 8 по 14 стих. Царь не отменяет пира только потому, что первая группа приглашенных отказалась прийти. Он жаждет наполнить брачный пир возлежащими, поэтому приглашает всех, кто захочет прийти, независимо от их социального статуса. Но при всем при этом, гость, одетый не в брачную одежду, символизирует собой человека, который отваживается войти в Царство Божье, не облачившись в праведность Иисуса Христа. Только Бог может пригласить нас в свое Небесное Царство, и один лишь Христос может сделать нас достойными и состоять в святом присутствии Божьем. Да не посмеем мы приближаться к Нему на наших собственных условиях, будем полагаться только на основании, заложенной Христом для нас. Важна не наша праведность, а Божья милость. Применение. В какие моменты вы чувствовали себя недостойным или нежеланным перед Богом? Как то, что сделал для вас Христос, меняет ваше положение перед Богом? Молитва. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что Ты щедро пригласил меня в свое Царство, хотя я этого и не достоин. Благодарю за то, что Ты невероятно терпелив ко мне, когда я отвлекаюсь на соблазны этого мира. Я приближаюсь к Тебе, снова благодарю за кровь Иисуса, которая позволила мне прийти в Твое присутствие. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok